друзья привет всем привет вроде подключается привет привет всем привет друзья вы пока собираетесь помашите рукой что вы нас хорошо слышите пожалуйста вот хорошо слышит привет привет женя привет дарина алина всем привет лена пожалуйста просьба ко всем махать ручками чтобы мы понимали что действительно хороший звук что не перебивает нас здесь внешняя среда надеюсь что все хорошее настроение сегодня поболтаем все написали хорошо слышим спасибо друзья мои всем добрый вечер я тут голос за я на тебя и направлен да я голос за кадром меня зовут александра перед вами рауф осадов сегодня мы проведем вместе час может быть чуть больше зависимости от разговоров всем хорошего настроения ну что рауф привет друзья всем привет стартуем постараюсь отвечать максимально доходчиво без лишнего и надеюсь успеем ответить на все ваши вопросы для тех кто случайно сюда попал как тот прямой эфир меня зовут рауф осадов основатель компания organic people который как раз там наверху где-то в инстаграме висит логотип и расскажу о себе проекте и всякие интересные смешные вопросы сейчас начал читать которую вы нам присылали накануне если там уже какие-то вопросы полетели да если будет приходить вопросы в чат у кого-то если они есть пишите пожалуйста я буду рауфу зачитывать да тут есть очень забавные смешные вопросы есть какие-то глубокие давайте я буду чередовать чувствуешь ли ты давление своего эго связи со своей возрастающей популярностью ну на самом деле во первых и я не могу сказать то что я там супер популярный просто так как вы подписаны и более менее в теме то я возможно идти часто мелькаю ну пока не звезда и я не могу сказать то что я как-то к этому стремлюсь и если есть там какое-то желание к этому идти то это только для того чтобы благодаря узнаваемости соответственно узнавали про те проекты против эту информацию по то что делает делает компания organic people и нет я пока не чувствовал это вот возрастающего эго она безусловно есть в каждом из нас и во мне тоже в той или иной степени но точно не связи с тем что я основатель органики и надеюсь никогда меня это кара не настигнут и буду чередовать забавными вопросами а может быть ты будешь говорить кто задавал дала они они по пайпи понятно сложно я поэтому не сказал алиса сколько девушек было знаете как как так сложилось что несмотря на то что я преподаватель йоги в марку у меня постоянно какое-то огромное количество красивых интересных девушек у меня ни разу не было романа с ученицами с коллегами ну вот кроме того человека который сейчас держит этот телефон саши познакомились на благотворительном занятии по йоге и на самом деле как-то с детства супер мега ультра скромный парень и очень серьезно относился к отношениям и не к сожалению минула или к счастью период у меня как-то прошел беспорядочных отношений может потому что он больше характерен для периода студенческих студенческих лет а я в это время учился военной академии жил в казарме нес наряды носил портянки и романтикой там вообще романтика только военной службы была после дам были какие-то опыты взаимоотношения с противоположным полом но это не было чего-то такого сильно продолжительного и очень-очень скромный у меня опыт и когда он появился прям такой серьезный серьезный больше чем на несколько месяцев он в итоге привел к союзу саше и сегодня кстати ровно год и 8 месяцев дэвиду следующий вопрос от тошки как оставаться в гармонии с собой не реагирует на провокации злость других людей на самом деле наверно такой один из самых фундаментальных вопросов для каждого из нас и что делать нужно постоянно практиковать узнавать что для этого нужно делать и не просто читать какие-то книги а постоянно носить это ежедневно с утра до вечера свою практику честно искренне самому себе признаваться то что да ну вроде бы знала что здесь нужно как-то промолчать либо улыбнуться либо обнять либо как-то повести себя по иному и когда ты признаешь на мой взгляд неправоту я если я суме ты ее признаешь тому человеку с которым возникла диссонанс и даже и набираешься фото мужества об этом признать с вашей поэту мне кажется очень хорошая терапия конечно же все происходит со временем что касается каких-то технических составляющих практик то в моей жизни умеется во-первых опыт во вторых практике йоги медитации дыхательных упражнений ну в общем йога моя жизнь но я уверен то что есть какие-то другие техники которому кому-то может быть подойдут больше моем случае это практика и это не было такой то что хоп и упал и дну и до сих пор я там какой-то степени могу тоже разражаться какого-то там человека на его действие но ему очень нужно сильно постараться меня там замучить каким-то там сообщением или как какой-нибудь свои мысль такие люди периодически в поле попадают вот я просто дипломатично молчу пока не прям совсем совсем не замучают если уж совсем так как такое произошло практически такое не бывает то я могу как-то кратко лаконично доходчиво все объяснить ну никто не отменял всякие полнолуния какие-то не те дни в общем-то и я тоже могу сэмоционировать но как-то было раньше этого точно нету и слава богу то что я ну получается дальше в этом совершенствоваться мне кажется то что это вообще одна из основ не рефлексирует на ситуации на людей почаще себе напоминать о том нужно попозже что бы это тоже урок это тоже опыт для того чтобы мы прожили осознали и освободились потому что то что это одна из задач понять на что и за чего ты рефлексируешь осознать то что ты бы не свободе от этого и получить эту самую свободу а как и получить ну осознать эту проблему и работа над собой все абсолютно в нас не в людях которые нас раздражают не ситуациях которые нам посылают все у нас чтобы мы наконец-то научились равностно относиться к этому человеку к этой ситуации самим себе и так далее просто нужно об этом помнить и чем чаще ты себе об этом напоминаешь тем скорее происходит это самое выздоровление просто здесь идут вопросы давай я буду когда они идут в чатике задавать потому что это у тебя под рукой останется когда здесь не будет а то они уплывают валерия спрашивает как не бояться двигаться дальше что-то менять в своей жизни ну тут тоже наверно такой достаточно популярным может быть ответ ну во-первых да это конечно же было и в моей жизни тоже время работал на стройке прорабом по башенным кранам почти пять лет я уже там хотел долго-долго уходить полгода на родной уходил но с одной стороны сдерживали рациональные родители за стабильность за то чтобы я работал по профессии знакомы которые помогли устроиться моё пока может быть не сформировавшиеся отношение к жизни к своему будущему не понимание чем вообще дальше заниматься но в итоге короче я ушел немножко подепрессовал и может месяц-два без зарплаты беспривычный живя при этом с родителями не так просто когда у тебя есть свобода есть деньги есть все это и когда у тебя есть свобода и просто однажды понимаешь то что уже по-другому никак и вот моем случае было до крайности и по-другому никак можно иногда плавно переходить и если у вас есть такая возможность то вы переходите лучше плавно но когда ты в крайностях они как бы ускоряют все эти процессы поэтому нужно просто понять что каждый из нас он ответственен за свою жизнь не родители которые нам что-то говорят или друзья вот хочется тебе сделать какую-то кардинальное изменение просто бери его и делай особенно если ты молод даже возраст не важен но когда ты молод у тебя больше каких-то подстраховочных элементов хотя ты можешь уже в принципе и вырасти и создать как-то финансовую материальную подушку в общем нужно просто действовать и раз вы уже задались этим вопросом значит значит пора все это знак это были просто бомба замедленного действия просто действуйте вот и все смотрите какие-то мотивационные ролики и как вариант можно просто представить кем вы будете там через год-два даже не интересно через 5 лет или через десять лет если останетесь в этой же ситуации из которой хотите выйти на этой же работе в отношении с этим человеком что будет с вами через пять через десять лет и хорошо понимаете что будет и вам наверное этого не очень хочется и по если вам этого не очень хочется скорее бегите если у вас есть искреннее желание и понимание куда двигаться поверьте там пространство люди семья друзья создадутся обстоятельства которые помогут вам пройти чуть вперед да может быть там немножко будет начале непросто но это же жизнь это опыт она и состоит всяких простых не очень простых вещей но опять-таки зависит от вашего восприятия вы можете это там с трагедии воспринимать а можете воспринимать как с радостью это новый челлендж новую экспиренцию меня теперь не будет допустим месяц сто тысяч меня будет нам только там 20 я попробую на них выжить и не смотрел ни разу орел и режешка ну я понимаю что по моему там что тут про это когда у тебя нет у кого-то по моему кредит когда у кого-то там 100 долларов ну что-то такое он пытается выжить в этих условиях и мне кажется это прикольно нужно просто воспринимать вообще всю нашу жизнь все наши какие-то жесткие обстоятельства через улыбку через радость и эффект будет скорее моего личного примера очевидно я в свое время носил брекеты металлические самые такие кандовый и мне мой ортодон говорил то что я к мир не беру девушек правил девушек которые там приходят каким-то заморочками я не могу выйти замуж и я хочу там прямые зубы она понимала то что у этих девушек проблемы в голове и там брекеты не брекеты терапия на пройдется вообще очень долго вот и она за них просто не бралась то что это будет прям такой грубо говоря сезон в труд они наоборот по вечерам приходил когда чистил зубы там специальные щеточки были прихожу открываю боюсь во всю ширину кривые зубы на них какие какой-то металл я ржу угораю чищу зубы в общем радость и фан и и ортодонт удивился как я через год и месяц или год и два месяца я снял уже эти брекеты хотя она мне прогнозировала года два минимум вот поэтому на мой взгляд нужно просто менять свое отношение к тем самым приятным ситуациям на первый взгляд неприятным которые возникают нашей жизни отвечая как бы на вопрос страшно перейти на следующий уровень но если ты знаешь куда ты хочешь переходить превратить этот фаном в азарт какую-то такую интересную игру то что вы будете в нем идти дальше с голода вы не помрете крыша над головой всегда будет друзья будут если вы здравомыслящий приятный умный человек вот значит точно с родителями там могут быть нюансы но точно есть друзья вы точно найдете какую-то минимальную работу если есть какая-то цель страсть силы на нее точно дадутся потому что то что это гормональный фон потому что это еще каким законам которые пока не до конца могут объяснить наукой хотя диспенса начал это уже объяснять читайте диспенса так есть там да есть вопросы очень часто и они у тебя там тоже есть уже выписанные в телефоне давай их просто объединим вопросы про йогу я так мы что для тебя это наверное самый такой скучноватый вопрос но и тем не менее у нас их энное количество когда ты пришел йогу как практиковать каждый день как часто ты практикуешь с чего начался твой путь в йогу в общем вот про йогу да ну я об этом писал уже много лет разных изданиях когда берут интервью информация она пока не не обновилась верили обновиться я ну во-первых нужно начать с того то что у меня мама буддистка цигунистка арт-терапета чем она с 90-х готов во всем во во всем вот в этом в эзотерике буддизме различных практиках в данную конкретно этот момент мы сейчас сидим в парке в екатеринском парке она в рамках программы московское долголетие на эстраде ведет бесплатное занятие по цигун для возрастной аудитории и ну а я так сложилось в семье всегда либо ты мама либо в папу я конкретно пошел в маму и мне были близки и интересные эти темы буддизма я понял то что это прямо мое мне это очень отзывается и она меня в 90-е годы таскала к этим подвалам на цоге на ритуалы компилинг северный конца ангарма выезжали когда он только открывался куда до сих пор привозят сам важных именитых ламп который дает учение вот и на всем там присутствовал впитывал я понимал то что это вот мое про сострадание про бодхисатвы и вот это все и до сих пор во мне сохраняется желание помогать людям и она мне было в общем она мне было это желание с детства я просто не знал через какой именно инструмент это все реализовывать книги по йоге лежали какие-то на квартире и однажды приезжая на очередную ретрит буддийский обращаясь к ламе с проблемой то что это была проблема с венами я ему сказал тебе нужно заниматься дыхательным упражнением паранаям это был какой-то ну либо почему-то и и нужно заниматься йогой окей лама сказал раубе сделал я нашел вводные курсы тогда был вообще не так много йога центров я наткнулся на некого дмитрия демина который сейчас один из ведущих теперь преподавателей праны а тогда он был тоже по-своему начинающий придут преподаватели его занятия для новичков я записался к нему прошел как-то базу получил и начал искать своего преподавателя там ходил был как к габкину его в йога стейшн 905 год по прану какие-то были еще его центра которые уже успели закрыться потом финально долгое время ходил уже в ним йогу джива муктика не луни гавы которые наверное и сформировала характер направления практики вот так я пришел и практику йоги что делать чтобы практиковать каждый день я думаю что это примитивно и к йоге и к любой сфере жизни цели если ты понимаешь для чего ты это делаешь понимаешь какой будет результат этот результат и будет тебя побуждать действовать сейчас мне очень интересная история с ранним пробуждением и я прям отгорю этой идеей я каждым просыпаюсь в 5 утра и и там работаю над проектом над курсом раннее пробуждение которые я скоро вам представлю и предложу вместе со мной просыпаться рано утром чтобы совсем по иному уже воспринимать жизнь мог чего успевать но в общем потом расскажу отдельно и меня это дравит мне это очень нравится эта тема и я просто просыпаюсь потому что хочу этим заниматься то же самое с практикой йоги если вы хотите заниматься для того чтобы ну потому что все этим занимаются вам тоже нужно поскорее всем этим и почаще побольше заниматься то у вас это не будет драйвить если вы понимаете то что вы хотите это состояние которое дает практика йоги вас это желание должно побуждать у вас в какой-то степени в обычном начальне стая стадии начальные пи периоды занятие вас может побуждать внешнюю форму там поскорее сеть шпагат и в лотос и стойки на руках хотя ну по сути это не до конца про йогу но это отдельный длинный разговор зачем вообще заниматься этими этими асанами это ни коем случае не говорит что не нужно заниматься просто другая тема вот поэтому неважно йога это ваш какой-то проект или или что-то еще вы будете этим тогда заниматься когда вы будете этим гореть если вам вам это не нравится то никто со стороны вас не заставит этим заниматься вам нужно просто искренне этим всем гореть так вопрос теперь у нас должен быть какой-то забам соня пишет просто соня привет ран дорогой почему ты последние дни выглядишь так будто бухаешь все дорогая это конечно обожаю я выжу так буду бухаю сейчас так не выгляжу уже потому что действительно сейчас горю это идея с ранним пробуждением как я сказал до этого я вот здесь сейчас экспериментирую рано встаю я очень хочу каждый день ложится в 10 так нужно ну потому что у нас дэвид генерал на него не всегда хочет ложиться со мной в 10 и и не всегда он ночью хочет спать просыпаешься с ним в три часа и может погулять поиграть покормить его послушать его команды всякое может что-то поделать памперс помыться с ним еще раз там в 10 раз и поэтому я могу быть вот таким вот следующий день но это все равно не мешает мне заводить будильник на пять просыпаться делать практику крии йоги медитировать делать какие-то записи работать бегать по встречам и вот это вот все общаться с вами вот но я не бухаю ралф я тут пропустила вопрос был спросили окей вот с этими эмоциями как ты их отпускаешь просто переключаешь мысль на другое не гоняешь эту мысль ситуацию в голове это было продолжение когда как ты реагируешь на всякое агрессию зло как переключиться ну это наверно тоже от характера зависит когда я нахожусь как в какой-то такой ситуации в неприятной если она во мне засела ну я просто достаточно быстро отходчив я может быть потом еще как-то могу на следующий день подумать над этим почему так вот произошло и но меня на самом деле очень крайне тяжело обидеть то есть и в этом там я отвечаю на вопросы гайз меня очень сложно обидеть у меня легче как-то вывести себя своим каким-то дурацкими вопросами потому что с возрастом ты понимаешь очень ценишь свое время и когда люди его занимают чем-то вообще странным странными вопросами не по делу и не понятно вообще почему ко мне и и когда вот она вроде бы везде все написано и доходчиво в этом это организационный момент при фестивалем рассказываю да это может мара что я думаю что ли у любого человека вымораживает как там неграмотность несостоятельность недалекость ну такой тоже к слава богу редко бывает я стараюсь всегда всегда максимально дипломатично общаться со всеми людьми если мысль во мне сидит такое не бывает ну просто у меня такая ситуация что столько всего происходит в жизни столько всего нужно успеть что мне просто не на этих переживания могу переживать там согласует мне парк царицыно в следующем году за полтора или за два миллиона там аренду парка или там подпишет мне резолюцию департамент культурного наследия я из-за этого там переживаю нервничаю по организационным моментам мне просто кажется что когда ты уже взрослый ты это и занят какой-то деятельностью работой движухой тебе вот на эмоции на неприятные моменты уже не хватает времени либо ты не позволяешь ему приходить но я тоже конечно человек и у меня тоже бывают разные настроения и это может сидеть и ни в коем случае не хочу умничать и говорить то что мне вот так вот все легко я вот захотел это все ушло да и это проживаем и люди мы можем чувствовать и это тоже по своему интересный опыт сегодня мы радуемся завтра как немножко депрессуем но это тоже нас выводит на какой-то следующий новый уровень на контрасте мы начинаем что-то понимать осознавать да неприятно но не всегда же это неприятность внутри тебя рождается за счет того что то что другое в чем-то виноват может быть и сам сячил неправ не так себя повел это анализируем тоже нужно принимать то есть если что-то внутри тебя цепляет держит просто нужно понять причину этого почему это происходит почему ты на это ведешься почему ты выводишься на эмоции за это почему ты из-за этого грустишь переживаешь из-за чего тебе это привязанность я может быть мать это мне не всех удовлетворит и не всегда бываю романтичным в своих своих ответах но здорово в идеале стремиться к тому чтобы от этого всего не зависит и в моем случае во мне это долго не сидит поэтому я не могу вам она может там сидела когда-то давным-давно раньше когда мы были какие-то иные переживания но я могу переживать только каких-то своих очень близких людей почему там происходит то или иное или моё какое-то там с ними непонимание да и я забангу из-за этого переживать ну просто потому что я человек и это мои близкие и время лечит в общем время лечит не переживайте если у вас не получается сейчас отпустить какую-то ситуацию ну проживите ее поймите причины поработайте с этими причинами они могут быть разными они в вас, не в вас вот ну если там есть какой-то конкретный пример задайте вопрос я отвечу на конкретную ситуацию со своего видения так дальше откуда вопросы дальше там так ребят привет а у Александра будет эфир Александра спрашивает Люба Люба да эфир будет а Александра это та вот которая как раз сейчас телефон не ну подожди если кому-то хочется интересно со мной пообщаться то будет а так вот пока даже не знаю пишите вопрос какие хотите задать но Саша на самом деле может это сильно в разы интереснее моего рассказать я тут какими-то общими моментами вам тут что-то рассказываю пытаясь пытаюсь в общем я вам рекомендую накидать вопрос особенно девочкам по каким-то личным моментам по по взаимоотношению с противоположным головам вам поинтереснее ответим Рауф когда уже органик people начнет зарабатывать деньги мы готовы покупать Аня спрашивает Аня спасибо за отличный вопрос да мы сами хотим уже начать зарабатывать деньги и проблема в том что мы хотим продавать то чем мы сами очень сильно горим то сейчас мы горим органик people school многими другими темами мы горим но мы сейчас очень хотим скорее запустить школу по каким-то нашим интересным темам их сейчас бешеное количество но мне интересно лично запустить курс по раннему пробуждению Саши по осознанному проживанию каждого дня какие-то наши коллеги и друзья пишут то что они тоже хотят чтобы мы выступили их продюсерами поэтому скоро это все оживет что касается продукции то да у нас конечно были идеи и с мерчем поработать чтобы у нас были какие-то наши фирменные с нашим логотипом и не только футболки это одежда йога продукции да и не только ну в общем на все нужна команда ее нужно найти нужно с ней взаимодействовать и в общем друзья если вдруг вам очень отзывается бренд арканик people мне кажется он не может не отзываться пишите нам в директ мы еще на youtube это видео зальем в комментариях можете писать как вы хотите с нами сколлаборироваться может быть вы дизайнер действительно одежды или вы может быть у вас есть какой-то свой классный продакшен и вы хотите с нами делать крутые видеоролики по всему миру обучающие может быть вы хотите построить с нами секретный проект про который скоро расскажем там organic people village запустить совместный там coworking или ладно все Саша мне тут отбегает говорить что нельзя не сменить ничего рассказывать в общем если вы чем-то горите вы знаете что у вас получается что-то прям очень круто и вы хотите это соединить с нашим проектом пишите мы очень открыты мы вообще все что вы знаете что происходит с organic people мы в последнее время так всегда делаем со своими тут руками физически не успеваем делать больше вот сейчас кстати готовимся уже во всю международному дню йоги который пройдет 21 июня в 2020 году и по вашим многочисленным прям тысячным запросами не преувеличиваю с желанием продлить пролонгировать день йоги мы решили что мы его сделаем мы сделаем отдельный фестиваль organic people fest кстати официально эта информация еще нигде не звучала с 30 июля по 2 августа при отеле при каком мы будем молчать в общем скоро скоро очень интересная аппетитная информация мы сможем выбраться все все расскажу в общем мы вовсе уже готовимся к новым фестивалям и при этом открыты к коллаборациям так у меня последний вопрос твой самый большой страх в жизни ну страх в жизни наверное когда я в таком более взрослом осознанном возрасте был я не могу припомнить какие-то свои страхи их там полно было в детстве когда учился в военной академии но сейчас есть у меня один страх ну такой может быть по-своему забавный потому что не забавный страх снова переродиться человеком я вот иногда когда подумаю над этим ох снова родиться и ты еще не знаешь где ты родишься это нам с вами повезло мы в мегаполисах живем у нас есть интернет и телефон и возможность развиваться делать то что мы хотим рисковать пробовать ошибаться снова пробовать снова ошибаться в общем развиваться а так родишься ты где-нибудь в нигерии где-нибудь в шалаше и ну в общем и я активно работаю над тем чтобы постараться не перерождаться в следующей жизни каждый божий день над этим работаю ну конечно же я не буду все равно когда мы перерождаемся кто-то верит в перерождение вам назовите вы пишете все это не помню ну так если просто представить снова вот это вот это все и вот опять вот чем-то заниматься нет ну поэтому я очень люблю свою жизнь я рад тому чем я занимаюсь как бы мне там сложно не было сколько там неопределенности жизни не было сколько там переживаний не было я думаю что мы каждый должны ценить и любить свою жизнь и ничего не бояться больше я там проставать сейчас честно вам припомнить не могу я могу только наверное переживания за за самых близких тебе людей за то чтобы они были здоровыми и у них реализовывались их какие-то цели твой идеальный день мой идеальный день проснуться в 5 утра душ выпить теплой воды с лимончиком почитать и шалендру сделать практику крия йоги продолжать сидеть медитировать слышать как бежит дэвид из соседней комнаты папа папа ну что это собственно происходит последние несколько месяцев увидеть счастливое лицо обнять его получить и по лицу просто просто потому что ему пока год и восемь месяцев завтрак саша готовит роскошные завтраки дома ну вы там сторисы периодически видите я сам удивляюсь как это не получается идеальный день получить положительные ответы на все письма заняться спортом по отжиматься вечером наметить кино пообщаться с родными с близкими поработать чтобы тебя никто не отвлекал с каким-нибудь большим удобным столом который не шатается тебе никто не отвлекает у тебя все это на своих местах звонки и какой-нибудь приятный ужин с близкими и друзьями почему ну конечно можно детально расписывать каждый там полчаса час но я вряд ли отличаюсь от какого-то среднестатического человека по его идеальному дню но и какого-то размаха уже с годами не хочется а хочется просто чтобы все было спокойно без каких-то отрицательных эмоций и главное чтобы светило солнце я понимаю что чтобы мы там не практиковали но мы на уровне там идеологии гормонов очень зависим от солнца вот поэтому пусть пожалуйста солнце будет если его нету то нужно нам быть там где есть солнце йога-тур в Алтай будет? будет йога-тур в Алтай мы его даже хотели сделать с Анико с которым мы кстати делаем 20-22 сентября йога-дачу выезд у нас там что-то осталось несколько номеров мы хотели делать в этом августе как раз но да обо всем договорились то что да сейчас будем искать какой-то классный резорт потом вспомнили у нас же Дэвид куда мы с Дэвидом который просто на месте не может сидеть поэтому я думаю это наверное вопрос к Саше я не знаю когда он там поспокойнее будет может быть там в следующем году он будет почти три два с половиной в общем как Дэвиду будет поспокойнее в общем равнение на Дэвида у нас равнение на сына когда он может не хочется походить побродить с малышом не получится это сделать да и когда он либо поспокойнее станет что не факт что это произойдет скоро либо когда он сможет спокойно с бабушками и дедушками оставаться поэтому Алтая будет и может быть не раз потому что он огромный удивительный я думаю что у него хочется возвращаться и возвращаться вопрос смешной может ли группа отправить из Дагестана рукописную открытку по почте из какого-нибудь горного села Заайнапа а ты у нас не здесь случайно сейчас есть ли там почтовые ящики не помнишь вопрос отправить в Дагестан или из Дагестана открытки получится у ребят отправить Дагестан это развитая республика но в селах там были почтовые ящики конечно почта есть друзья найдем поехали идем в Дагестан окей ну где найти такую классную меня где найти классную Сашу тут такой вопрос от Леночки поискоке можно найти в инстаграме и подписаться Леночка сама классная супер массаж делает совет для мужчин что надо делать мужчине чтобы проявляться и расти и что для тебя семья проявляться и расти для мужчин ну я не суперзнаток мужчин и как им проявляться ну наверное ему просто нужно реализовываться в семье как максимум как минимум в личности так как я сторонник нужных духовных практик то важно и это в себе развивать ну кому это не отзывается окей ни в коем случае не заставляю но когда ты занимаешься какими-то духовными практиками ты на мой взгляд копаешь чуть глубже чем просто рациональный ум мужчины рацию не всегда можно мозгом логикой объяснить там есть нюансы психология психология поэтому просто мужчина должен развиваться ну так же как и женщина просто каждый в своем направлении и когда есть рост на химическом энергетическом уровне это все очень чувствуется и возникает эта самая гармония а когда ты сидишь дома не развиваешься там смотришь телевизор не работаешь ни над телом ни над своими эмоциями ни над чем и ждешь когда там придет принц или принцесса они не придут ну на что они придут вот на ваше бездействие на вашу аморфность мне кажется что это просто необходимо постоянно заниматься саморазвитием читать изучать путешествовать спорт минимальная какая-то зарядка питание не ныдаться перед сном ну то есть много таких нюансов когда ты развиваешься ты меняешься на многих оболочках на многих сферах и ты хочешь не хочешь но притягиваешь себе людей может быть они сами не хотят тебя притягивать просто на каком-то невидимом уровне это происходит а вот так просто потому что прочитал что нужно делать то-то то-то а точно нужно делать так-то так-то и вот на этом знании ты ничего не вытянешь нужно действие нужно какое-то движение встать поднять попу свою и начинать действовать мужчине женщине да кому угодно и это примит не только к взаимоотношениям вообще к жизни к проекту просто на теории ничего не получается нужно фигачить работать особенно если вы пока молоды нужно фигачить за десятерых и потому что спокойно за четко работает на вас ну это шучу надеюсь получилось ответить на вопрос вопрос вы поймали золотую рыбку ваше желание золотая рыбка золотая рыбка желание наверное будет как-то странно звучать да чтобы я не перевоплощался как и любому мужчине мне бы хотелось первое чтобы не хотелось чтобы пришла это финансовая независимость рыбка это сказка вот я сейчас тоже своего рода сказку говорю точнее не так серьезно как можно было бы потому что когда ты понимаешь что это все нормально жил почте с тем что там заплатишь какие-то бешеные деньги очередные за садик за школу за какие-то уроки за путешествие зайду ну короче за это все у тебя высвобождается то есть ты по этому поводу не напрягаешься не рефлексируешь а эту энергию наоборот направляешь какое-то созидание чего-то ну и спокойно творишься создаешь рискуешь поэтому наверное вот такой очевидный вопрос чтобы решилась какая-то материальная база который я думаю что для кого-то может быть то что у меня есть сейчас это уже решение материальным вас нам всегда хочется чего-то больше так что-то пришло и хочется еще больше наверное чтобы в моем случае пришел пришло тот уровень на котором уже дальше не хочется ты просто уже занимаешься то деле то и действие с которой занимаешься вместо во благо людям поэтому я и преподаю йогу и тело фестиваль йоги вообще все что я делаю направлен на помощь люди как бы громко это не звучало но это именно так а но для чего еще для какой-то своего личного употребления нет это не интересно какого-то удовольствия тоже интересно интересно мне интересно служить людям и это же классно вопрос как сохранять баланс между семьей бизнесом личным временем и прочим и в дополнение какие практики помогают мужчине оперативно решать жизненные задачи с положительным результатом спасибо как сохранять баланс между всем между всем на свете знаете для меня такое может быть один из любимых вопросов самому себе потому что я сразу когда пришел преподавательскую деятельность у меня до этого была организационная деятельность я на каких-то супер ультра энтузиазме организовывал вместе с друзьями строя проекты йога в парках и потом я стал преподавателем поэтому а мне нравилось организационной деятельности как мы между этим всем варьеру потому что в организации где зачастую нужно быть достаточно жестким принципиальным практике вечером когда ты закончил что-то организовать и должен быть шанти-машанти всех любить и всех побуждать к этой любви это сложно и это именно это классно чтобы сохранять баланс нужно просто нужен для этого навык чтобы произошел нам нужно надо этим работать а вот так просто захотеть днем сидеть в офисе вечером вести занятия и там стрессовать нервничать а вечером прийти благим и вести занятия просто этого хотеть это мало нужно нужно как и во всем добиваясь профессионализм вбить в одну точку дело делать и делать а когда ты идешь на этом пути тебе происходит как раз наработка на навык опыта ты приходишь автоматически ну либо я могу лаконично опять-таки ответить практикуйте йогу медитацию парнояму и воздействуйте посредством этого на свою нервную систему и меньше рефлексируйте будет вам больше баланс ну такой универсальный ответ который наверно наверно на многие ваши вопросы 8 чтобы балансировать нужно в этом каждый день развиваться вот и все тут я не могу вам открыть каких-то тайн тут нужно просто жить анализировать наблюдать делать выводы и менять что-то там в то в той или иной том или ином повороте что у вас допустим вчера из-за чего вы сбились почему было без гармонии потому что вот вы на это с рефлексирует значит вам нужно на 3 рефлексер если вы устаете ну это приметная работа и преподаватель йоги ну значит вам нужно меньше работать или и уйти с работы семья тут тоже много наверное всяких подпунктов у меня вроде бы все получается гармонизировать я поэтому может быть и не до конца понимаю в чем сложность чем работа мешает у нас мы вместе работаем а люди то не часто вместе работает поэтому расстановка приоритетов видимо сложная ну что люди уходят на работу и не хватает время например на быт или семью или совместный отдых и вот спрашивает как этот баланс выдержать сохранить нет такого ну наверное нужно расставлять при приоритете я как-то общался с одним три атлетом три атланнистом забываю сегодня правильно и ну чтобы готовиться к соревнованиям нужно постоянно тренироваться чтобы тренироваться он просыпался на пол пятого садился на велосипед и накатывается свои километры делал результаты и отпуска при этом не жертвовал ради этих тренировок он просто по утрам просыпался то есть и и работа тоже не сказывалась и в семье он был по выходным нужно просто искренне самому себе признаться что для себя важно вот и все и как то так надеюсь ответил там был вопрос еще какие практики помогают мужчине оперативно решать жизненные задачи с положительным результатом я не знаю может быть это про практики практики а может быть это просто какие-то инструменты там виде планирования там ну в общем так понимаешь ты положительный результат положительный результат тоже лучше такого относительное понятие но зайнап зайнап привет зайнап был вопрос если почтовые ящики в гацатле у нас зайнап на связи дагестан какой-то если серьезного мне бизнесовый вопрос а задали про это положительное решение какие нужно сделать в практике нужно быть просто наверное профессионалом действительно в своем каком-то планировании своей предпринимательской деятельности если бы не предприниматель а просто это какая-то бытовуха тоже наверное жизнь учит вы знаете да вы такие интересные мне задаете вопросы и сейчас понимаю что наверное чтобы на них ответить нужно было из-за там чего-то учиться на какие-то курсы ходить я вот понимаю что то это как я работаю чем я занимаюсь каждый день это не сказал снимать первое образование в военную академии учился не 2 я учился российской академии государственной службы народного и народного хозяйства на чиновника государственного муниципального управления и наверное самые основные здания получаю ежедневно просто от какой-то проживания дня и жизни на курсе я не успеваю сейчас на какие-то ходить хотя мне очень хочется мне хочется есть такая цель интегрировать синтезировать предпринимательскую деятельность нашей югической эзотерической тусовки чтобы люди могли не просто выходить в одну крайность меру там заниматься только проектами и забывая о своем развитии на другом уровне или наоборот заниматься там только медитации йогой и не заниматься какой-то бизнесовой части который помогает финансово в нашем материальном мире держать себя на плаву осоединив все это примеру ты можешь быть преподавателем йоги неважно кем это мастером но обучившись там блогингу обучившись умению писать книги ты можешь написать книгу о себе йоги о своем каком стиле делать какие-то видеокурсы мне кажется это очень важный может даже как и стиль не получится задать тренд на этом уровне когда ты объединяешь практикующих какие-то внутренние техники с какой-то такой предпринимательской деятельности это это мне кажется отличный баланс это же показатель развития когда мы не уходим какие-то крайности находим в середину еще и и классно при этом себя чувствуем мы занимаемся любимым делом зарабатываем еще при этом неплохие деньги тут как раз идет корреляция со следующим вопросом любимый рауф вопрос а совместим или йогой коммерческий подход может ли йог иметь деньги коммерческий подход ну тоже да и смотря в каком контексте задается вопрос да конечно можно мы живем своем материальном мире мы где там горах где мы не зависим от материи если мы зависим сейчас материи мы живем в городе туда конечно это все совместимо ну либо вы если вы уже какой-то супер учитель и вы живете в городе к вам там каждый день приходят ваши ученики с которым выделить делитесь знаниями они просто вас папа папа поддерживают приносят еду оставляют это донейшин на котором вы живете таких мне кажется практически нет людей и повторюсь что на мой взгляд это некий уровень твоего развития принятия понимания осознавания что тебе никто не мешает утром проснуться рано сделать какую-то практику помедитирует понять как ты можешь улучшить этот мир и полдня 45 часов на работе там но на дядю или каворги каворкинге или своем офисе работая на себя работать над каким-то своим проектом стоп говорят что у нас завис эфир друзья мои у нас завис эфир куклу помашите или скажите что-нибудь или это вот у кого-то просто помеха все работает все работает спасибо здоров продолжи пожалуйста про в общем финансовые от финансовые отношения и практике не нужно уходить в эту крайность но они многие в ней уходят и я может быть тоже какой степени уходил когда пришел практику и начал читать какую-то информацию общаться с какими-то людьми я ушел во многие крайности там вообще категорически поменял режим питания всю мебель языком то что там практиковать и ничего мне не мешало это все крайности и было другое отношение к деньгам деньги это энергия и нельзя и пренебрегать мы можем конечно включить там субличность он там монаха в городе и практиковать и верить то что мы в потоке все она придет учет я таких честно не знаю людей у которым так все приходит он может прийти чуть попозже но на на какой-то поле осознанно на другое состояние потому что не такую инфантильность мало что приходит и повторюсь это показатели вашего уровня развития когда вы не уходите в эту крайность а да мне перебили над графинка меня да вы и вы идете там четыре пять часов куда-то работать потом возвращайтесь в еще семью время проводите еще и вечером медитируйте практикуете и вы можете бесправляем все это совмещать если у вас протест то подумайте почему у вас этот протест что вы хотите вы хотите только заниматься внутренними практиками для чего вам это ну если вы хотите заниматься только внутренними практиками вы отрицаете в смысле да почему вы отрицаете финансовые изобилие скажем так какое-то и не допускаете для себя его да и если вам не интересна вся эта материя работа и так далее ну и вы же езжайте туда где это вам не нужно где вам не эти деньги куда куда да он шиктеры любит уезжать до чтобы вернуться потом гола пангану что там еще популярно в индию ну понравится вам такой без жизни понравится вам жить монастырь и окей значит это про вас если такие люди которым это уже как бы они не цепляются за город за все тренды мейнстримы айфоны сериалы и все но можно жить городе и благодаря тому что вы живете в городе имейте колоссальную возможность развития городе огромное количество интересных людей курсов знаний ситуации ситуации вы так мощным не прокачиваетесь свое тело душу все все прокачивать если вы увидите 5 минут те показывают саж показывает мы теперь перезапустимся если там у вас еще есть какие-то вопросы если есть вопросы пишите друзья мы прочитали все вопросы которые у нас были выписаны из соцсетей поэтому если какие-то остались вопросы пишите здесь вот рауф тут как раз какой какой-то любимый еда или продукт и дали продукт сейчас я наверное такая будет вичинка на пироге развелась все мифы своей святости кто почему-то ошибочно может так обо мне думать я обожаю том яма когда когда у меня был первый йога тур тогда уже 6 лет назад на пангане попробовал узнал что только том ям я конечно сошел с ума особенно на кокосовом молоке тот же паттай в общем-то тайская кухня это бомба да я ем морепродукты рыбу я не люблю ну всяких там крайне редко это бывает но это бывает креветок что там у нас еще плавает я и это я могу поесть но это отдельная тема для разговора чего этом еще сладко я люблю круассаны люблю чай люблю фреш и люблю на ход сити и заехать купить там 20 килограмм грейпфрутов и утром семье давить их соковыжималки макарохи я люблю да 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 с какими сливочным соусом на самом деле я не претенциозен в идея те люди которые учились каких-то военных учреждениях которые ели мы хлеб как хлебом запивали хлебом они как бы не брезгуют поэтому основные блины сказал детства любил всякие молочные каши кофе как-то раносно отношусь как-то так в общем я наверное такой статистически нормальный мужик который не заморачивается по идее ну и поесть вкусно тоже любит вопрос там еще есть но здесь такой вопрос у нас три минутки осталось поэтому ну в завершении он чуть-чуть как-то непонятно сформулирован леночка спросила как стать парой и может ли любой мужчина и женщина стать парой я не очень понимает вопрос но наверное здесь имеется ввиду что нужно для того чтобы люди смогли стать парой может как-то так перефразировать я не психолог не эксперт по отношениям я могу сказать то что ну там на примере своего союза саши то что наверное какие-то многие вещи они предопределены и я всегда думал мечтал о какой-то там высокой брюнетке а в итоге в итоге у меня да высокая высокая саша на на моем знакомстве она была блондинкой да еще и с шестилетней алисой то время когда я был фантильным кем этом был 25 ты был большим ребенком совсем инфантильным ну таком еще интересном возрасте и я убежден что мы притянулись за счет каких-то таких невидимых сил энергии энергетики и у каждого из нас есть над чем работать и мы помогаем друг на другу над этим работать как бы это не было непросто и вот это понимание желание помогать друг другу в этом мне кажется это тоже один из залогов не когда ты на уровне какой-то внешности и гормонов а когда на уровне каких-то более внутренних вещей когда вы смотрите в одну сторону в наших случаях развитие своего личного индивидуального внутреннего духовного и желание реализовывать себя в этом воплощении жизни через помощь людям у нас это все совпало ну и какие-то просто общие моменты по которым мы совпадаем вот я так отвечу я не психолог но у меня такой опыт хорошо у нас осталось 50 секунд может быть ты тогда просто что-то хочешь сказать и и пока-пока я хочу сказать спасибо вам за ваши вопросы за то что вы пожертвовали самым ценным что у вас есть это время и посмотрели этот эфир пишите приходите и давайте встречаться общаться мы очень открытые лояльные не эгоистичные добрые а все эфиры у нас лежат на youtube канале канале там же стане эфиры про бады по физиагностике эфир дружить сотрудничать и любить всем классного вечера дня до 70 века на вы чего смотрите обнимаю спасибо пока